Оперативное совещание в правительстве, которое прошло вчера, действительно было необычным как по форме, так и по содержанию. Начать надо с того, что в президиуме опять у нас было два человека, Назаров и Хабиров, вели оперативное совещание. О том, почему так случилось, поговорим, наверное, в конце обзора, а сейчас перейдем к содержанию оперативного совещания, которое в этот раз длилось чуть дольше, чем предыдущее, час и двадцать минут. Началось совещание со вступления Хабирова, Хабиров привел статистические данные. Пока он их читал, у меня не покидало ощущение того, что мы уже однажды это слышали, но, тем не менее, Хабиров заявил о том, что эти данные за девять месяцев девятнадцатого года, и он привел пять позиций. Первая из них – это индекс инвестиций в основной капитал, которые выросли на пятнадцать процентов за девять месяцев. Тут же Хабиров напомнил, что за шесть месяцев этого года соответствующий показатель индекса инвестиций в основной капитал вырос на тринадцати шестьдесятых процентов, что позволяет нам вычислить рост этой цифры на один и целых четыре десятых за три месяца последних. Собственно, в моем представлении подобная цифра – это всего лишь статистическая погрешность на инфляцию. Что такое инвестиции в основной капитал? Это инвестиции в средства производства, судя по тому, чему нас учил еще Карл Маркс. То есть это затраты предприятия на основные средства производства на предприятии, условно говоря, на станки, оборудование, а не на расходные материалы. Так вот, разница между инвестициями в основной капитал шесть месяцев назад и, условно говоря, вчера составила один и целых четыре десятых процента, что вполне себе покрывает инфляционные затраты, а никак не характеризует интенсивность вложения промышленных предприятий в средства производства. Далее Хабиров рассказал нам о том, что на 4,4% вырос индекс промышленного производства. Эта статистическая позиция весьма условная, и судить о ее значении для экономики на фоне цифр в 4% в общем-то, конечно, не представляется возможным. В третьей позиции шел рост сельского хозяйства, которое и вовсе выросло на 0,4%. И тут Хабиров счел необходимым заступиться за Фазрахманова, сообщив нам о том, что Ильшат Илдусович упорно работал. Правда, сократилось производство яиц, сократилось поголовье крупного рогатого скота. Это, в общем-то, основополагающие позиции для сельского хозяйства. Да и сам по себе рост в 0,4% конечно говорит о суровом упадке в сельском хозяйстве Башкортостана, что напрочь отказывается признавать ради Хабиров. Четвертым пунктом Хабиров упомянул жилищное строительство, назвал цифру в 1,7 миллиона квадратных метров. Эту цифру мы тоже уже однажды слышали пару месяцев назад. Хабиров утверждает, что рост в жилищном строительстве составил 6,5%. И одновременно с этим почему-то Хабирова порадовала, что растет количество дольщиков. Как он сказал, количество дольщиков растет и слава богу. Хабиров полагает, что рост количества дольщиков характеризует некий ренессанс в жилищном строительстве, который у нас в глубочайшем кризисе находится. Хотелось бы напомнить, что вообще-то во всей России количество дольщиков планомерно сокращается, ввиду с тем, что вообще долевое строительство характерным и кардинальным образом видоизменяется, с приходом из крово-счетов и в общем-то уже в ближайшей перспективе дольщиков в принципе не должно быть. Пятым пунктом Хабиров упомянул столь близко его сердцу статистику по смертности, сообщил нам, что от внешних причин смертность в Башкирии снизилась на 10%, от отравления алкоголем на целых 47%, от пожаров на 36% и от ДТП на 15,4%. И в частности от ДТП погибло за истекший период на 63 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прошу отметить, зрители, вот эту цифру 63 человека про себя. Мы вернемся к этой цифре, когда на сцену оперативки выйдет господин Мухаммедьянов. Но в целом же, говоря о статистике смертности в Башкирии, Хабиров, конечно, приводит феноменально высокие показатели снижения этой смертности, то есть 47% снижения по любой из статей, это, конечно, фуроры победы. Но, собственно, в целом цифры выглядят более скромно, чем по отдельности. В 2018 году смертность составила 12,6 человека на тысячу населения, и сейчас она составляет 12,2 на тысячу населения. В целом, конечно, нужно приветствовать борьбу со смертностью. Понятно, что смерть – это дело неизбежное, как и налоги, но у нас есть много позиций, с которыми действительно стоит бороться государству и всевозможным структурам, я имею в виду и смерть от ДТП, смерть от отравления всевозможными препаратами, в том числе и алкоголем, смерть на производстве и так далее. В целом, Хабиров, по-моему, все-таки повторился с этой статистикой, кстати говоря, не упомянув о ее происхождении. В конце доклада о статистике Хабиров сообщил, что реальная зарплата в регионе выросла аж на целых 2,6%, что, на мой взгляд, чуть даже ниже, чем реальная инфляция за те же самые 9 месяцев. Далее в повестке дня шел стандартный вопрос об оперативной ситуации на дорогах, в чрезвычайных ситуациях и в ЖКХ. Стандартно первым выступал Беляев, который, в отличие от обычной своей успокаивающей пасторальной бельберды, которую он льет в уши, начальство упомянуло о том, что на прошедшей неделе все муниципалитеты и районы наконец-то получили паспорта готовности к отопительному сезону. Борис Владимирович, конечно, счастливчик. Если бы не вот эта затянувшаяся теплая осень, то вопросы паспортов и готовности к отопительному сезону, наверное, стал более остро. Тем не менее, Борис Беляев сообщил, что все, за исключением Кушнаренковского района, получили эти паспорта. В Кушнаренковском районе какой-то форс-мажор, и там идет реконструкция котельной, которую закончат в ближайшее время. Также Борис Беляев сообщил нам о грядущем похолодании в 18 и даже 25 градусов кое-где по Башкирии. Традиционно следующим выступал Мухаммедьянов Тимур Рафисович. И вот тут нам понадобится та цифра, которую вы запомнили из предыдущего сюжета. Мухаммедьянов сообщил нам, что на прошедшей неделе у него случилось 98 ДТП, что на 14 больше, чем в аналогичный период. Пострадало 121 человек, что на 22% больше, чем в аналогичный период. И погибло 11 человек, внимание, столько же, сколько в аналогичный период. Наивно предполагая, что законы математики действуют как в Белом доме Республики Башкортостан, так и в окружающей его среде, я отмечаю такую вещь, что в прошлой оперативке господин Мухаммедьянов называл вот эту относительно-соотносительную цифру в смертности 61 человек. То есть на прошлой оперативке у него удельно за весь год, вернее в валовом смысле за весь год, погибло на 61 человек меньше, чем в предыдущий год. Теперь же на фоне того, что количество погибших на этой неделе не изменилось по отношению к аналогичной неделе прошлого года, Мухаммедьянов дает Хабирову цифру 63 человека. В общем, это чистый математический казус, который случается с Мухаммедьяновым не первый раз. Я, честно говоря, уже притомился вычислять и ловить вот этого докладчика на ложной статистике, но я повторюсь, что мы непреклонно идем к пасторальному победному докладу в конце года, что мы снизили смертность от ДТП, потому что Владимир Путин персонально отдельно сообщил и обратил внимание на эту цифру Хабирова. Мухаммедьянов, даже если люди начнут гибнуть в ДТП деревнями, поселками и маленькими городами, все равно сообщит о том, что эта цифра снизилась по отношению к прошлому году. Я все меньше и меньше верю в статистику Мухаммедьянова, и мне все больше и больше хочется проверить ее через другие, более достоверные источники. Вторым докладом императивки шел доклад Бориса Беляева о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики» за 2019 год и готовности к реализации этой программы в 2020 году. Борис Беляев сообщил, что в 2019 году он реконструирует 400 дворов. Цифра не совпадает с той, которая звучала на предшествующих докладах на эту тему. Также Борис Беляев сообщил, что из этих 400 дворов 107 завершено, внимание, и 294 в процессе. Несложно посчитать, что сложив две эти цифры, мы уже получаем 401. Ну да ладно. Кассовое освоение проекта, по словам господина Беляева, 1 миллиард рублей, что составляет 58%, что тоже не до конца бьется с тем, что, в общем-то, общая концепция была оплачивать только по завершению работ, а завершено работ на данный момент всего 25%, при том, что Борис Беляев реализовал уже более половины бюджета, а общий бюджет на эти 400 дворов отведен 1,8 миллиарда рублей. Календарный план завершения работ вообще-то 1 декабря, то есть через буквально 11 дней. Но господин Беляев уже сообщил о том, что 32 двора в 11 муниципальных образованиях получат вот эти комплексы оборудования с опозданием и, видимо, завершат свои работы к середине декабря. Тоже, в общем-то, бог бы с ним, но тут господин Беляев, понимая реальную ситуацию в этой сфере, пустился в жесткую критику всех на свете, кроме себя дорогого. Нарушаются санитарные и строительные нормы при строительстве, сообщил нам господин Беляев. Искажаются геометрические параметры дворов и площадок. Практически нет подрядных организаций, способных соблюдать качество, культуру производства, а главное, темпы производства. Республика остро нуждается в квалифицированных производителях работ. Конец цитаты господина Беляева. Видимо, в этот момент в далеком Ереване раздался залп открывающегося шампанского и аплодисменты армянских строителей, предчувствующих гигантские прибыли на фоне того, что Беляев уже приговорил сферу башкирского строительства к тому, что она не способна вести подобные работы. Далее господин Беляев сообщил, что только 30% отремонтированных дворов отвечают ожиданиям и требованиям башкирского дворика. Вот эта цитата, она звучит так, как будто бы башкирские дворики – это либо человек, либо уже целая религия. Ну, в общем, ладно, оставим это на совести способностей господина Беляева формулировать мысли. Далее он перешел к перспективам 2020 года, а перспективы эти у господина Беляева просто космические. Во-первых, уже заявлено работа на 3,6 миллиарда рублей, что вдвое превышает объем предыдущего года. Однако в бюджете выделено всего 2 миллиарда рублей, и тут господин Беляев будет как-то это все дело утрясать. Часть, наверное, того, что заявлено на 2020 год, перенесут на 2021 год, как сообщил Беляев. Однако, дальше начались истории с деньгами. Вот то, что дальше рассказал господин Беляев, и о чем я расскажу вам, в целом производит на меня впечатление того, что местные власти в муниципалитетах и районах республики Башкортостан опомнились, очухались и научились пилить, в том числе и вот этот процесс. Я имею в виду вот эти башкирские дворики. Дело в том, что, например, в Кигинском районе на 2020 год стоимость работ выросла, внимание, в 14 раз. В Архангельском районе стоимость работ в 10 раз. И во многих-многих районах стоимость работ, которые производились в 2019 году, уже в 2020 году увеличилась в 5, в 6, в 7, в 8 и так далее раз. Понимаете, да? Аппетит приходит во время еды. Местные власти сориентировались и научились рубить капусту. И на этом богоугодном деле. Далее Борис Владимирович не переставал сетовать на нерадивость окружающего мира. Например, в Краснокамском районе количество дворов по программе сократилось втрое, сообщает нам Беляев. С трех штук до одной штуки. Но стоимость выросла также втрое. Самый дорогой двор в Дуванском районе. Что за чудо, что за аномалия случилось в Дуванском районе, я не знаю. Но, внимание, в этом замечательном Дуванском районе стоимость ремонта двора составила 30 миллионов рублей. Зато самый дешевый был в Хайболинском районе. Там 780 тысяч рублей. Перспективы 2020 года, конечно, захватывает. В том числе и Беляева. Например, в Уфе в 2019 году должно было быть отремонтировано 85 дворов. А в 2020 будет отремонтировано уже 167 дворов. В целом, конечно, доклад господина Беляева был похож на выступление отъявленного троечника, которого неожиданно вызвали к доске. И он отчаянно пытается выглядеть как бы убедительным, каким-то более-менее похожим на ученика, отличненько, но при этом старается слишком не врать. Потому что ему что-то подсказывает, что слушающие его разбираются в этой ситуации несколько лучше, чем он. В общем, конечно, выглядело это достаточно жалко. Но после доклада случились неизбежные прения. Хабиров начал с того, что мы договорились в рамках указа, видимо, речь идет об этом сентябрьском указе, что до 2024 года мы входим в каждый двор и делаем его современным. Я очень надеюсь на это, строго сказал Хабиров. И тут Хабиров дает совершенно четкое и правильное указание, о котором, кстати говоря, видимо, просто забыл господин Беляев. Хабиров говорит, что необходимо определить, кто будет содержать в дальнейшем уже отремонтированные дворы. Вот это технически очень важная на самом деле деталь. Если она будет упущена и не проработана, то вся эта работа, конечно, пойдет на смарку. Дальше Хабиров стал немножко разогреваться, обсуждая вот эту тему башкирских двориков. Он поручил Сидякину срочно разобраться с Вилорием Угаровым, потому что, как вот показывают фото, которые продемонстрировал Хабиров, в Уфимском районе дела с ремонтом этих дворов, конечно, совсем плохо. Судя по всему, в Уфимском районе не просто распилили деньги, а украли целиком. Но судя по тому, что показал Хабиров на экране, дальше Хабиров вернулся к Беляеву и сказал совершенно фантастическую вещь. Я процитирую дословно. «Борис Владимирович, вы понимаете, что несете цивилизационную миссию в республике?» То есть речь шла, конечно, о том, что раньше мы не делали мягкого покрытия на детских площадках, а теперь делаем. Вот этот критерий цивилизации, оказывается, проводит в массы господин Беляев. А вовсе это не идея Хабирова, тут что-то странное. Беляев, конечно, хлопал глазами, пытаясь переварить подобную честь. Но я бы все-таки попросил Радио Фаритовича, можно нам цивилизацию будет нести кто-нибудь другой? Вот посмотрите вокруг себя, может быть, все-таки найдется кто-нибудь более подобающий, выглядящий, говорящий, а главное мыслящий, чем вот этот вот Светоч в темном царстве Борис Беляев. Дальше Хабиров, судя по всему, все-таки осознал и начал подозревать, что Беляев катастрофически не справляется с программой. Хабиров, похоже, как-то с некоторым опозданием усвоил то, что рассказал Беляев в своем докладе, внутри себя перевел на понятный язык. И то, что говорил дальше Хабиров, конечно, выглядело как очень существенное сомнение, потому что он поручил Назарову свести к возможному заявку на финансирование на следующий год. Ну, судя по тому, что Беляев начал уже просить практически вдвое больше выделенного. Более того, Хабиров пустился в сомнение, цитирую дословно. Возможно, стоит снизить количество дворов в 2020 году и повышать количество, когда будет общее понимание процессов. Будут нормальные подрядчики, будут нормальные подрядные организации. Конец цитаты. Беляев почему-то тут же вскрикнул. А мы так и планировали. Хотя пять минут назад он говорил о том, что он будет удваивать количество этих дворов. В общем, дальше начался какой-то хаос. Назаров подлил масло в огонь. Он сообщил, что за хорошей статистикой проблемы с качеством. А Назаров сообщил, что в стерильтомаке исполнение ужасное. Асфальт с заплатками, карусели не крутятся. Покрытие сразу же уже выглядит бракованным и старым. Зачем мы это делаем, вопросил Назаров. Надо добавлять денег, только если технологии управления и контроля отработаны полностью. Вот тут в этой фразе я, признаться, сразу услышал такой бизнес-подход. И тут на 100% я согласен с Назаровым. Если Беляев не контролирует ни процессы, ни результат, то о каком там вообще увеличении финансирования? А вообще о финансировании надо прекращать говорить. То есть очевидно, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Беляев упустили вот этот главный момент. Они не смогли наладить систему контроля. Вот эти вот выезды на место сразу же показывают провал. Во все дворы выехать нельзя. И, соответственно, мы имеем в среднем, конечно, очень плохую ситуацию. Назаров достаточно быстро сообразил, что это и является больным местом. И вот такую вот фразу произнес. Завершил обсуждение вопроса башкирских двориков Хабиров. И вовсе уже прямой угрозой Беляеву, процитирую Хабирову, он сказал. «Откровенно говоря, я от этих башкирских двориков и от подъездов ожидал большего». И вот у нас уже один вице-премьер пострадал от этого, поэтому в этом году тему закрываем, Борис Владимирович. Но в следующем году такие подходы и такую ситуацию я точно не приму. Но тут, конечно, жаль. Ради Фаритовича, не надо было делать поблажек Борису Владимировичу. Дело в том, что я полагаю, что, наверное, то, что сделал Борис Владимирович, это даже за пределами его максимальных возможностей. Лучше он точно не сможет. Но сейчас будет придумать, как отчитываться, как фальсифицировать. В общем, конечно, в целом, резюмирую, программа «Башкирские дворики» провалена. Почти 2 миллиарда башкирия бюджетных денег, судя по всему, потратила, мягко говоря, неэффективно. А, если честно говорить, то, наверное, потеряла продолжение этой программы в том виде, в котором она вот сейчас фигурирует, существует, наверное, вообще бессмысленно. Будем надеяться, что в дальнейшем получится ее видоизменить. Третьим вопросом оперативки шел вопрос о ходе реализации программы по устранению кадрового дефицита в медицинских организациях РБ. Естественно, доклад делал господин Забелин, счастливо вернувшийся из отпуска. Собственно, тема эта обсуждается уже который раз. Трудно, наверное, посчитать. Можно вернуться в архивы и прикинуть, но совсем не первый раз. И вот мы разговариваем, разговариваем, разговариваем уже больше года о дефиците кадров. Что случилось за год с лишним в этой сфере. Забелин сообщил нам, что в Башкирии 52 тысячи медицинских работников, в том числе 14 тысяч врачей. Далее он сообщил нам, что средняя обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в Российской Федерации 37,4 человека, в ПФО 36, а вот в Республике Башкортостан в 2018 году было 34,9, а на данный момент 35,7. То есть даже сейчас в Башкирии обеспеченность врачами ниже, чем в среднем по ПФО и существенно ниже, чем по Российской Федерации. Что сделал Забелин за истекший период? В абсолютном исчислении привлек на работу в медицину 371 человек. Вот это главная цифра. Дальше он ее долго размазывал по тарелке, рассказывал, что в том числе 234 медработника первого звена, в том числе 22 работника скорой помощи. На самом деле это не важно. Важна вот эта цифра. 371 человек. Менее 1% численности по Республике Башкортостан. Титаническими усилиями, миллионными затратами. Забелин допустил фактически всего лишь возмещение на рабочем месте тех людей, которые уходят с работы по разным причинам. Кто умирает, кто уходит на пенсию, кто увольняется, переезжая в другие регионы. Вот Забелин смог заместить только этих людей. Потому что 371 человек на фоне 52 тысяч медицинских работников, конечно, это всего лишь статистическая погрешность. Дальше Забелин с дрожью в голосе, со слезой рассказывал, какие деньги он потратил на все это. И как он привлекал героически в свое ведомство людей. Привлекал, собственно, Забелин врачей и медицинский персонал достаточно примитивным способом, он им платил деньги. Но речь идет не о регулярной зарплате, а об вот этих вот разовых выплатах. То есть программа «Земский доктор», миллион врачу, 500 тысяч фельдшеру. Программа «Земский фельдшер». Потом еще дополнительно 158 человек нашел и выплатил им по миллиону. Стипендии целевикам, но тут со стипендиями, конечно, смешно. Студентов медвузов Забелин платит 5 тысяч рублей в месяц. Их тысяча человек с хвостиком. А ординаторам аж целых 8 тысяч рублей. Их 442 человека. Напомню, что некоторые студенты сами платят за ординатуру до 200 тысяч рублей в год. То есть вот эти 8 тысяч рублей, конечно, невелика помощь. Цель Забелина на 2019 год обеспечить медицинскими работниками пропорцию 36 человек на 10 тысяч населения. То есть еле-еле выйти на уровень ПФО, а вовсе не уровень Российской Федерации. Прямо скажем, Забелин, наверное, намеренно себе поставил такую сверхдостижимую задачу. Потому что у него сейчас цифра уже достигнута 35,9. То есть в 2019 году поставленную самому себе задачу Забелин выполнил. Хабиров, очевидно, не хотел обсуждать эту историю. Потому что он чувствовал, что не все так на самом деле, как рассказывал Забелин. А Забелин действительно во многом лукавил. И вообще считать это достижением, наверное, трудно. Хабиров поинтересовался, заложены ли в бюджет вот эти вот ассигнования на всякие выплаты. Тажетинов подтвердил. Хабиров поинтересовался, сколько будут отрабатывать целевики. Забелин сообщил, что три года отрабатывать вот по этим вот целевым направлениям обучения. Хабиров поручил добиться того, чтобы целевиков не освобождали от их повинности отработать три года. То есть не под какими юридическими предлогами. А также Хабиров подытожил следующим образом. Я считаю так. Правительство свою задачу выполнило. Остальное должны делать главы. И речь шла о выделении жилья, детских садов, земли и так далее. И прочих благ для врачей и медперсонала. Назаров тоже добавил свое видение этого вопроса, несмотря на то, что этот вопрос спешно сворачивался с обсуждения. И Назаров внес достаточно интересную практическую нотку в этот весьма теоретический и статистический доклад. Он сказал, что несколько лет назад многие процессы были отданы в больницах на аутсорсинг. И вот сейчас в 13 больнице, например, и в РКБ наблюдается странная ситуация, когда электриков, которые находятся на этом аутсорсинге, на месте нет. А лампочки, по словам Назарова, закручивают загипсованные пациенты. Надо бы оценить, насколько такой аутсорсинг обоснован и определиться на будущее. Ну, тут нельзя не согласиться. Действительно, процесс аутсорсинга при Хамитове шел семимильными шагами. Раздавали все, что могли. Чуть было не раздали непосредственно медицинские функции, но вовремя остановились. Я полностью соглашусь с Андреем Геннадьевичем в том смысле, что аутсорсинг – это хорошо, но нужно делать его с оглядкой на реальности и на действительные потребности в этом. Возможно, для некоторых крупных больниц содержание электрика – это не тяжкое бремя, а вот ожидать, пока он придет и закрутит лампочку из другой организации по графику – это неправильно. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос о едином интернет-портале «Бизнес и инвестиции Республики Башкортостан». Делал доклад Разумикин Геннадий Валентинович. Честно говоря, из всего доклада я услышал внятно и понятно только задачи этого портала, которые он своял и создал. Задачи четыре – обеспечить информирование бизнеса об инвест-привлекательности РБ, создать площадку для поиска инвесторов и размещения предложений, обеспечить доступ к библиотеке правовых актов, а также возможность для бизнеса получить информацию об институтах развития и их услугах в Республике Башкортостан. Я не знаю, будут ли там опубликованы сразу расценки откатов по вот этому вот содействию, там всевозможных наших корпораций всевозможного развития, но звучит это все достаточно, конечно, примитивно и смешно. Это очередное создание очередной сущности. Примечательна была дискуссия, которая развернулась вокруг этого портала. Собственно, с приходом каждого нового руководителя в Республику появляется такая вот фигня, которая нисколько не работает на привлекательности Республики в плане инвестиций и способствования бизнесу, однако, в общем, вполне себе расходуют республиканские деньги. Так вот, вокруг этой истории развернулась дискуссия. Докладик-то был недлинный, но обсуждение было достаточно интенсивным. Хабиров задал вопрос почему-то Бойцовой. Как вы оцениваете этот портал? Бойцова с места сообщила, что она его оценивает. И она даже с предпринимателями работает над тем, чтобы уменьшить количество кликов. Хабиров задал вопрос Рустаму Муратову. Мне поступает информация о том, что предпринимательские часы иногда ведутся формально, иногда не проводятся, а также не вполне нормально работают бизнес-шерифы, не могут там о чем-то договориться. И на этот вопрос внезапно стал отвечать почему-то тоже Бойцова. Бизнес-шерифы не все понимают, что делать. Учатся друг у друга, и мы их раз в месяц собираем, сообщила Бойцова. Ну, во-первых, ее никто не спрашивал. Во-вторых, конечно, довольно комично прозвучало вот это, что бизнес-шерифы не все понимают и учатся друг у друга. Как я и предполагал, этот мертворожденный институт, конечно, еще много повеселит нас. Хабиров начал немножко закипать и сетовать. Мы так громко об этом заявили, год этим занимаемся. Я хотел бы, чтобы уже результаты были видны, сказал Хабиров. Судя по всему, речь шла о тех же бизнес-шерифах. Но тут с печалью попытался спасти ситуацию Назаров и сообщил, что надо признать, что существенного роста предпринимательства у нас не происходит. А бизнес-портал – это только отсылки на иные информационные источники. Совершенно резонно заметил Андрей Геннадьевич. Честно говоря, я даже не ожидал вот такого погружения в этот вопрос. То есть, судя по всему, Назаров не просто владеет заранее повесткой совещания вот этого оперативного заседания, но он еще и готовится прямо по вопросам. Ну, прямо, скажем, аплодисменты. Разумикин попытался возродить. Он сообщил Назарову, что федеральная нормативная база запрещает оказывать государственные услуги на иных площадках, кроме площадок госуслуг. Это, конечно, правда. Но речь-то, в общем-то, шла не об этом. Речь шла о том, что Назаров упрекнул Разумикина в том, что Разумикин создал всего лишь какой-то вторичный инструмент по отсылке к первичным. И вот тут Назаров вцепился в эту тему и предложил Разумикину восхитительную вещь. Так создайте невидимые страницы, переходы, и пусть они, имеется в виду клиенты этого портала, получают госуслуги без перехода на посторонние порталы, хотя бы видимые переходы на иные страницы. Тут Разумикин уже встал в жесткую оборону. «Тогда, я боюсь, мы увидим у нас падение статистики госуслуг», – сказал Разумикин. Ну, очевидно, дискуссия перешла в абсолютно сугубо технологическую сферу. Прямо скажем, Назаров удивил своим пониманием вопроса. То есть не все специалисты даже понимают, что существуют подобные возможности в организации интернет-порталов, но Назаров свернул вовремя дискуссию, сказал, ну, нам предстоит еще поработать над этим. Тут, прямо скажем, Разумикин, которого я никак не оценивал ни для себя, ни для кого перед этим, не зная ни о его квалификации, ни о его способности, конечно, предстал перед нами достаточно в таком жалком виде. Прямо скажем, вот эта вся идея с этим порталом сразу же, очевидно, показалась ненужной тратой денег. Ну, в общем, посмотрим, чем это закончится. Пятым и последним вопросом в регулярной повестке этого совещания был вопрос о подготовке делового календаря Республики Башкортостан на 2020 год. Докладчиком был Муратов Рустам Хамитович. Честно говоря, я не припомню, чтобы в прошлые годы этот вопрос обсуждался на правительстве, по крайней мере, публично. Собственно, речь шла о том, что господин Муратов формирует на 2020 год календарь мероприятий с участием Республики Башкортостан и календарь мероприятий, которые проводит Республика Башкортостан. В основной своей массе, конечно же, это мероприятия, связанные с инвестициями, привлечением инвестиций, бизнес-климатами, всевозможными экономическими процессами, ну, что и понятно, судя по той тематике, которую курирует господин Муратов в правительстве, он сообщил нам, что планирует провести 300 мероприятий в следующем году. Это, конечно, очень много, но учитывая тематику и разнообразие тематики, это, конечно, нормально. Целями своими господин Муратов полагает повышение эффективности участия Республики Башкортостан в значимых экономических, инвестиционных, социально-политических мероприятиях, совершенствование инвестиционной экономической политики, стандартизацию участия Республики Башкортостан во внешних мероприятиях и определение понимания проведения мероприятий. С целью достижения вот этих вот задач господин Муратов проанализировал тысячу мероприятий. Вообще, по его словам, он проделал колоссальную и уникальную работу. В частности, он разработал KPI для мероприятия. Вот здесь вот нужно остановиться подробнее. Мы много и разнообразно критиковали то, что происходит в области проведения вот этих вот больших событий в Республике Башкортостан. И я никак не отказываюсь от своих слов. Я действительно считаю, что вот это безумие в виде всяких инвестов, бантуев и прочих бильберды надо прекращать. И вот тут как раз господин Муратов нам сообщает, что он разработал ту схему, по которой можно будет конкретно в цифрах оценить эффективность каждого мероприятия. То есть, каждый монсон, приезжающий у нас в Башкирию, будет оценен с точки зрения возврата средств, вложенных в его приезд. Каждый вот этот инвестиционный сабантуй, проведенный неизнамо где, если это случится, тоже можно будет оценить. Вот столько затратили, а столько привлекли. Это великое дело. Собственно, как сообщил нам и Хабиров, потому что он охарактеризовал это как важное дело. Это действительно необходимая штука. И тут, мне кажется, очень своевременно появление вот этой истории господина Муратова. Очень важно было то, что проведен был анализ того, что делалось. Нигде в России пока этого еще не было, как говорится, сделаем скидку на первый раз. Но важно, чтобы появились хоть какие-то критерии оценки вот этого безобразия, которое творилось доселе. Будем надеяться, что теперь с появлением вот этой системы оценки по многим-многим параметрам мы больше не будем проводить каких-то ненужных мероприятий, а каждое мероприятие, каждый монсон и каждый новый Стивен Сигал будут приносить конкретный рубль в бюджет Республики Башкортостан. Дальше случилось традиционное лаверды Хабирова, но оно было достаточно длинным и разнообразным по темам. Первую тему, которую поднял Хабиров, завершая оперативное совещание, была тема Нового года. И он, видимо, окончательно разуверившись в способностях господина Беляева исполнять простейшие задачи, напомнил ему, что елки нужно покупать не в феврале, а до Нового года, увидеть в Уфе что-то очень важное и красивое к Новому году и должен быть праздник и бла-бла-бла. Но особенно, конечно, бросилось в глаза то, что он поручил Беляева купить елки не в феврале. Также Хабиров напомнил Шафиковой, что она отвечает за культурные мероприятия в Новый год и перешел к вопросу алкоголя. Судя по всему, та дискуссия, которая разгорелась вокруг его фразы о предполагаемом запрете продажи алкоголя в Новый год нешуточным образом докатилась до стен Белого дома, и Хабиров, в общем-то, на самом деле пояснил свою мысль. Процитироваю. Я просил, чтобы люди провели праздники достойно, в том числе в плане регулирования продажи алкоголя. Я не призываю запрещать. Это глупость трактовать мои слова так, сказал Хабиров. Но какой-то разрыв, мне кажется, нужно делать, чтобы люди могли передохнуть и детей отвезти на утренники. Наша задача создать инфраструктуру отдыха. И поручил доложить о предложениях в следующий понедельник. Собственно, уже небольшой, конечно, там разрыв с этой датой получился, но да ладно. Сидякин сообщил тут же, что указ об этом уже готов. Что, собственно, слегка меня пугает на самом деле. Хабиров опять вернулся к теме алкоголя и сказал, что когда мы запретили продажу алкоголя на Сабантуях, мы попали в точку, и все нам сказали спасибо. Ну, прямо скажем, не все, конечно, сказали спасибо. И прямо скажем, не по-настоящему соблюдался этот запрет. Все мы видели эти фотографии и видео, где главы районов, проведя трезвой Сабанту, и тут же забегали в юрту за своей спиной и быстро-быстро опрокидывали там 2-3 стаканчика вовсе не кумыса. Ну, да ладно. Будем считать, что Хабиров, по крайней мере, верит в эту идею. Также Хабиров сказал, что каждый глава муниципалитета должен лично провести елку. И сам Хабиров проведет Оксаковскую елку на 500 детей. Хорошая история, на самом деле, действительно такая приятная и правильная. Я очень поддерживаю эту инициативу Хабирова, хотя бы потому, что главы районов и муниципалитетов на Новый год не разъедутся по Испаниям и всевозможным Таиландам, а будут на месте, и это может быть хоть сколько-нибудь улучшит работу муниципалитетов в эти длинные праздники. Также Хабиров почему-то сообщил, что в марте пройдет бал маленьких принцесс. Ну, очевидно, это на 8 марта. И также в этих баллах маленьких принцесс должны участвовать главы районов и муниципалитетов. Далее Хабиров анонсировал пару неприятных моментов. И заговорил в традиционной для него, немножко такой каббалистической, зашифрованной манере. Цитирую. «Я работаю с главами муниципалитетов ровно до того момента, пока они не совершат то, чего не нужно совершать». Конец цитаты. Ну, абсолютно универсальное высказывание. Согласен, как только глава совершил то, чего не нужно совершать, с ним перестают работать. Абсолютно закономерно. Далее Хабиров немножко расшифровал ситуацию. «Я не знаю, что произошло в Хайбринском районе. История с остановками – это сразу вызвало вопросы. Цена завышена в два раза. Прошу, – обратился он к Сидякину, – разобраться, кто виноват и виноват ли». Ну, дальше все выяснилось, что контрольно-резидентное управление главы выявило увеличение стоимости остановок в Хайбринском районе. Опять в два раза и более. Опять, значит, деньги неэффективно расходуются. Опять не из того, как поликарбонаты сделаны стены. Опять не те лавки. Судя по всему, вот эти грабли так и лежат вообще перед Хабировым. Надо, видимо, искать иную концепцию решения этой проблемы, потому что главы не поняли. На примере вот предыдущего там скандала в этом Карамаскалинском, по-моему, районе, когда была выявлена эта остановка, главы не поняли, что красть деньги на вот этих автобусных остановках нельзя. Видимо, неправильно объясняют. Вторым плохим моментом был вопрос санатория Юбилейной, который находится у нас в Крыму, который принадлежит Башкирии, который так трогательно и практически насильно подарили нам. Контрольное резидентное управление выявило нарушение на 400 с лишним миллионов в этом юбилейном. В том числе, например, стройматериалы на сумму 24 миллиона пропадают под открытым небом. Зарплаты, назначенные руководству санатория, какие-то заоблачные, в частности, директор санатория, получает 170 тысяч рублей, а два его заместителя 120 и 140 тысяч рублей, причем заместители приглашены из Уфы, им арендованы квартиры. В общем, ужас-ужас, воровство и разбазаривание. Материалы переданы в МВД, и Хабиров потребовал принять кадровое решение. Примите кадровое решение, сказал он, зачем нам с такими людьми работать. Ну, согласен, действительно, с такими людьми даже начинать работать не стоило. Ну, лучше исправлять ошибки, чем на них настаивать. Позволю себе немножко порассуждать о своеобразии вот этой оперативки. И, ну, оценивая новую драматургию, когда в президиуме двое, но один из них не молчит, скажу, что это было очень сильно похоже на какой-то переходный период, хотя, возможно, это не так. Хабиров с Назаровым, ну, в целом, конечно, дополняли друг друга. Безусловно, Назаров был здесь на заднем плане. Однако он, как бы, достаточно эффективно реализовывал даже ту незначительную возможность участвовать в оперативке, которая ему была предоставлена. То есть, все его замечания были по делу, и все они были очень интересными. Но, на мой взгляд, конечно, это немножко какая-то бесперспективная конструкция. То есть, ну, не должно быть два председательствующих на этом совещании. То есть, либо нужно пересаживать Назарова обратно в первый ряд, либо, ну, уступать ему право ведения этого мероприятия. Ну, в принципе, сидит же там в первом ряду Тажетинов, возникают вопросы, там, какие-то по хозяйству. Его спрашивают, там, принес, да, там, обеспечил, да, там, есть в бюджете деньги, да. Ну, то есть, вполне нормальное общение на таком уровне. А вот двое ведущих, конечно, это немножко неправильно. Воспринимается это действительно плохо, вот, без всякой критики. Просто чисто технически это воспринимается так себе. Ну, и вопрос о том, почему вдруг Хабиров вернулся на оперативке, и планировал ли он их покинуть, вот здесь, конечно, тоже он, конечно, появляется. Есть предположение о том, что Хабиров не хочет терять медийное присутствие, а оперативки они ему дают это медийное присутствие, в том числе с нашей помощью. Может быть, он постепенно перераспределяет вот эти вот ресурсы в пользу Назарова, и не делает это резко, чтобы это не выглядело как неким побегом, и не подтверждало теорию о том, что Хабиров там отдаляется от правительства, пытается сбросить себя ответственность за ошибки и проблемы правительства, я не знаю. Но в целом, конечно, повторюсь, эта картина выглядела немножко неправильной, некомфортной. Ну и, в принципе, наверное, введение двумя человеками одного мероприятия больше будет походить на концерт, когда один ведущий передает другому слово, чем на вот серьезное правительственное мероприятие. Надеюсь, что на следующий раз или в ближайшее время этот дефект будет исправлен.